друзья на всем привет вот сейчас сижу утро пью кофе смотрю какие подписки у меня пришли тут за утро пью кофе смотрю youtube и начинаю шить коврик не могу просто так сидеть очередной коврик начинаю шить я всегда так делаю вот дела вот сейчас отрезала это какая-то старая простынь я делала подклад для коврика это вот кусочки остались и вот его буду использовать в качестве серединки и начинаю шить но опять как всегда из чего я буду шить буду шить из кусочков которые мне тут как говорится попадутся но надо смотреть чтобы допустим тех которых у вас кусочков мало ну чтоб хватало хотя бы на круг или куда-то их вставить или в середку где всего-то надо по идее 6 кусочков ну 6 в основном там бывает 5 может до 8 смотря как сложить его можно сложить вот так можно сложить вот так по разному раз пополам и еще раз пополам я вам уже это много раз показывала и вот это вот разрез должен смотреть всегда в одну сторону как вам удобно ну вот еще разок развернулся как вам удобно или влево или всегда вправо как для вас удобно ребят вчера обожгла руку молочаем трехгранным делала обрезку и вот сок руки были открыты брызгал сделал мне ожоги на лице вот хотя я промывала промывала бесполезно так поэтому сижу вся пятнистая вот вот собственно вот так вот я как говорится прихватываю почему много раз не прихватываю если вы там сомневаетесь что у вас со временем это порвется можете два раза прошить но почему я делаю всего по одному разу потому что второй слой пришивать будете он еще раз прошьется вот этот ведь он как бы больше на треугольник похож поэтому я его вот так сверну так раз немножко рукой гладим вместо утюга вот так сверну прижимаем кладем это ткань такая но не стопроцентный шелк может быть какая-то как шелковистая синтетическая подкладочная это у меня ткань но я ее взяла потому что она с блеском на ковриках смотрится очень хорошо вот и вот так раз можно вот этот прихватить если хотите второй раз вас вот это тоже треугольный скажем так мы поэтому его раз два так сколько у меня получилось они вот видите четыре вот это пятый и шестой как бы даже слегка внахлёст получается все зависит от размера ткани и как вы ее свернули но это ничего страшного там это будет не видно середку шить самое неудобное потому что тряпочка это болтается так вот нормально так ну давайте еще вот у меня квадратная почти ну вот так возьмем раз два три вот так ну и мастерим туда-сюда мастерим так как мы ее мастерим но немножечко получилось нахлёст ничего страшного она как бы этот нахлёст займет от предыдущей это будет незаметно так и вот видите второй раз прошивается предыдущие и вот так можно делать вообще пестрый я кстати еще ни один полностью пестрый не делала можно делать какие-то рисунки ну вот и начинаем следующий круг а следующий круг делаем вот так мы закрываем ну вот эти стыки смотрите как сделали сложили накладываем сверху немножко отступаем ну немножко 5 миллиметров где-то отступаем и закрываем наш стык но это в начале так потом круг же расширяется постепенно вот видите вот следующую берем так это слишком маленькая с такого тоже можно идти я тоже все использую так вот это я сложила треугольником вот так вот так вообще в идеале конечно брать квадрат и складывать его ну по косой там допустим или пополам и тогда как бы более ровно получается все бы одинаковые но это накладно не всегда у нас есть ткани есть бывают обрезки тоньше меньше так нитка кончается я даже узелки не завязываю а просто прошиваю два-три раза вот так все ну и буду так сшить несколько кругов вот друзья начала я вам показала как я вот начинала сейчас я ушить и вот я его уже дошила но тоже так может неделю может и конечно если сидеть там целыми днями можно и за два дня шить его вот ну вот сделала переход от темного потом к светлому к светлому к светлому такая вот если говорится возможность есть вот видите материал такой атлас блеска обратную сторону сделала тоже футболка х бешеная сделала по косой вот эту вот бичку и пришила ее вот такой вот коврик у меня еще один получился так но и сейчас покажу последнюю свою работу но вот шила очередной коврик из остатков вот такой вот он у меня получился в бежево сливочных белых коричневых тонах так всякие все одном будущем маленькая полосочка серенького вот такая сшит из треугольничков края я уже подрезала вот обратная сторона моего коврика воде выглядит вот так вот я уже это видео не снимала по этому коврику потому что я уж наверно сшила недели две ну вот так когда с сыном с дочкой болтаю по телефону там или что-то что-то на ютюбе там или на компьютере смотрю и вот шила потихоньку потихоньку помаленьку ну как вечерами по чуть-чуть поэтому было очень долгое такое ну и даже я и не планировала я недавно выпускала видео вот и что теперь осталось мне только то вот смотрите рубашка она такая хлопок лен старая рубашка вот мужа вот и я решила ее использовать на подклад она такая вот ну он ее носил лет 12 как минимум не снимая почти да как говорится и в хвост и в гриву да и вот она до сих пор ну такая плотная лен же я вот сейчас обчерчу и сделаю подкладик вот и можно будет его использовать хоть на стульчик хоть стеночку повесить куда-нибудь как декор там в стиле бога в стиле рустика вот куда-нибудь так можно это пойдет подарок племешам я спросила надо они сказали надо вот так ребят ну да делаю покажу вам потом все ну вот коврик мой готов я сделала из такого же материала вот бечку делала сантиметра 4 емочку то эту прошила все вручную прям аж самой приятно ручная работа полностью от начала до конца вот такой вот вот коврик получился это будет подарок племянникам вот они сказали мог детскую повесим вот или положим в общем вот такой вот получился маленький ковричек и сейчас я вам покажу свои предыдущие работы вот как бы тоже вот это с другого материала дело сделаем более такое ну как будто здесь с обратной стороны футболковая такая вот и побольше размером и окантовка вот это как-то поизящней смотрится да ну и материал то разное есть этот коврик потолще вот этот вот такой вот такая вот красотища так и вот такой смелось а чуть-чуть вот покажет потолще тоже сделан с такого материала вот ну это вот такая вот красота эти все разные но еще один коврик у меня есть но я его его живот надо подшить этот мне тоже очень нравится очень нравится интересный вот еще я его не обработала ну вот осталось только обработать такая вот просто просто красота ребят все коврики как бы красивые вот вот это тоже интересно коричневого побольше он такие бежево бежево такие белые молочные цвета показала вам свои коврики ручной работы шью я их знаете как ну вот именно когда свободное время когда я допустим занята каким-нибудь просмотром специально для них чтобы сидеть там шить я время не трачу поэтому бывает и неделю и две делаю на этом все друзья мои показала вам маленький обзорчик по своим ковричкам из треугольничка пока пока ну вот мой последний коврик немножко по-другому как бы сделан я всегда делала ровными кругами а этот раз решила поэкспериментировать использовала только два цвета ткани вот это вот серая и но вот такая молочная и начала вот здесь я чередовать сначала начала прям чередовать через одну и уже там вот видите как по рисунку у меня получилось спираль это как бы мой первый такой опыт в этом он не очень понравилось прямо но так как бы смотрится хорошо вот по спирали все особенно четко видно в центре там как-то круги увеличивается уже потом просто пёс тента но и точно так же такая же вот у меня футболка белая вот обшита тоже выкроила из этого материала обеечку и подшила вот это вот последний мой коврик недавно закончил день наверное два назад вот вам такое как бы небольшой мастер-класс в принцип как я его здесь делаю да и и обзор моих работ этих ковриков малой формы но еще у меня выйдет видео где я делаю большой такой большой мега проект мега проект на этом все друзья показала вам все свои работы в общем если понравилось видео было полезным поставьте лайк подписывайтесь до скорых встреч пока пока а